Доброе утро! Дружеские. Скажите, в вашей компании из двух человек кто является странным другом и кто как отжигает? Знаете, мне кажется, мы обе странные, поэтому мы друг к другу притянулись. Ну, знаете, как бывает, странные люди притягиваются друг к другу. Две странные маши, группа должна была назваться, да? Две странные маши нашли друг друга, да. А в чем проявляется странность? Ну вот, давайте даже, наверное, это слишком общий вопрос. Скорее вот, вот как задам. Вот какой-нибудь, может быть, поступок вспомните очень странный, вот на вечеринке, может быть, или где-то еще. У нас просто один слушатель написал, что он всех своих друзей заставляет на время варить мандарины. У вас такое бывает? Слушайте, какой оригинальный. Надо просто вооружить, это гениально. То есть ничего, вы странные, но ничего не делаете вообще? Вы знаете, я прямо так вот сходу не могу вспомнить. Может быть, Маша что-то вспомнит? Мне кажется, у нас странности, они больше в чем-то, наверное, творческом. Мы там выясняем отношения, да. Вот я сразу вспомню. Но это быстро очень, странность исчезает. То есть она быстро испаряется, и мы становимся уже обратно нормальными. Мы любим снимать какие-то фильмы ужасов. Вот у нас есть такая наша компания, тоже странная компания. И мы всегда придумываем какие-то творческие такие видеозарисовки, выкладываем их в сеть. Люди думают, что мы в каком-то странном состоянии, которое как бы сподвигнуто какими-то сторонними, так сказать, обстоятельствами. Но это не так, потому что я считаю, что просто вот мы такие веселые, креативные. В день Хэллоуина вы, наверное, вообще нас тут отжигаете. А мы, кстати, даже ничего не делали в день Хэллоуина, мы готовились к концерту. Да, мы готовимся к концерту. Если Маши снимают страшилки в обычное время, то на Хэллоуин они просто сходили по завтраку. Ну да, это было, кстати. Провидец! Кстати, вот раз уж начали... У меня все, кстати, я так люблю это слово. Раз уж начали про творческий процесс, немножечко заглянем за кулиси. Как он происходит? Вы уединяетесь, расходитесь по разным углам и пишете, а потом соединяетесь. Или вместе садитесь, наливаете чайку, и как давай друг друга грудишь? Вообще два варианта возможны. Бывает и так, то есть кто-нибудь один ловит волну, уйдет куда-нибудь, зовет другую, Маша, иди послушай, или там я тебя прочитаю, или наоборот. Либо же мы садимся вместе и сразу же вместе делаем на одной волне. Ну, в среднем сколько песней пишется? За сколько? За какой срок? Мы не знаем, мы не пишем. Ну, вот мы сейчас записали, сколько за, получается, месяц практически, да? Четыре песни. У нас просто очень такие, скажем так, очень быстрые движения, да, я пыталась слово подобрать. Но, собственно, за полгода нашего существования мы выпустили первый альбом и думали, так, ну сейчас мы передохнем, но этого не случилось, на следующий день мы опять начали писать, и уже пять новых песен ко второму альбому. Я вам так скажу, вы пишете очень быстро, потому что я свою первую песню пишу уже 29 лет, и пока конца и края не видно. Ну что, я предлагаю прерваться нам и посмотреть ваш клип, группы две Маши, мы выбираем, давайте послушаем и посмотрим. Давайте. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Друг дорогой Как ты ладишь с тоской Выбираешь собой Или спорт Может рискнёшь Стариной тряхнёшь Напоследок возьмёшь Свой окот Оставлен за спиной Возраст Христа Обратной стороной Повернулась мечта Лежит на струнах пыль Жевеет под окном Разбитый телевизор Ты складил все углы И жизнь твоя сплошной Проклятый компромисс Ни вверх ни вниз Ежедневно По будням В эфире радиостанции Страна ФМ Только в программе Территория машин И больше нигде Мы расскажем вам О жадных дилерах О фордовской глине О фордовской глине И о плохих полицейских из Германии Это и многое другое Каждый будний день Восемь тридцать Десять тридцать Семнадцать тридцать И девятнадцать тридцать Страна ФМ Ваша территория машин Мы умеем заводить Тер-тер-тер-тер Продолжаем Продолжаем, друзья, общаться Утро на телерадиоканале Страна ФМ Доброе утро Доброе утро Дуэт две Маши у нас в гостях Здравствуйте Здравствуйте И один Евгений Мы продолжаем общаться Кстати, друзья, кто еще не прислал свои вопросы Обязательно делайте У нас в группе ВКонтакте есть специальный пост Можете внизу писать Мы их обязательно озвучим Ну что, у нас есть такая традиционная рубрика Которую мы пытаем абсолютно всех гостей Она называется Блиц Мы быстро задаем вопросы Прям не оставляя времени на них Дурацкие Дурацкие вопросы, да Если вы думаете, что сейчас мы будем философствовать И говорить о Прусте Нет Какая прелесть Да, мы будем задавать дурацкие вопросы И ваша задача быстро на них отвечать Я предлагаю делать это по очереди Чтобы все-таки дуэт Если получится Если получится Хорошо Ну, в общем, друг друга можете дополнять В случае, если кто-то вдруг замешкался Вы готовы? Да Итак, поехали Две Маши или ведро каши? Две Маши На глазах тени или на поводу у Лени? У Лени Человек-паук или вредный внук? Паук Целый день на шопинг или шоколад на допинг? Шоколад Разошлись мнения Грустная мелодрама или пост для Инстаграма? Мелодрама Женская дружба бывает? Бывает Сходить на футбол или сочный ролл? Футбол Можно ли было спасти Джека на Титанике? Да Сообщение в WhatsApp или беспрерывный храп? Ватсап Как закончить этот блиц? Вот неправда, Маша У тебя должен был быть храп Почему это? Потому что ты любишь спать Кто не любит спать? Все любят спать Как закончить этот блиц? Ура 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 Ура, он закончился слабо На футбол отреагировала Маша Да, конечно Я же сразу в такие моменты Ты любишь футбол? Конечно За какую команду болеешь? Я сейчас уже давно ни за кого не болею Но вообще я всегда болела за Реал Мадрид Ага Она играла Играла И болела А почему прекратила болеть за Реал Мадрид? Ну сейчас просто вообще не хватает времени на футбол Не хватает Ну это как многие игроки сборной России по футболу так же говорят А у тебя когда-то была возможность вообще связать жизнь профессионально со спортом? Ну я думаю, что была, да, но как-то вот так не сложилось И там по здоровью не все располагало к этому То есть жизнь тебя вела все-таки в русло творчества? Ну да, да То есть у меня всегда был выбор, наверное, спорт или творчество Когда был спорт, я меньше, скажем так, сочиняла и писала Но когда я поняла, что спортом я не смогу заниматься профессионально То есть я полностью занялась тем, чем мне было предначертано А вот во время Блица произошел такой интересный момент Мы говорим, отвечайте по очереди Одна Маша, вторая говорит Ну если получится То есть кто-то из вас все-таки берет роль лидера на себя Нет, я думала, что у нас синхрон просто обычная Да, мы начинаем вдвоем сразу Во всякий случай предупредила Ты же что не знала? Изначально в песнях у девушек они рэп-хором читают А потом... Да, а потом такой, нет, 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 что-то не то Давай ты будешь петь, я буду читать Давай распределим обязанность Ну вот Мария Зайцева, да, у нее за плечами уже народный артист У меня за плечами уже, знаете ли Поторди, Наоми А что все это время делала Маша Шарина? У меня за плечами футбол, баскетбол, айкидо, карате Баскетбол, так рассказывай Сел на коньках И тут Маша вскочила просто и начала Дайте мяч Ну дайте мяч Да, я занималась баскетболом Играла за сборную города Ухта Это такой город в республике Коми Вот Ухты Ухты, да, практически Ухты, ухты Ну вот, собственно, до баскетбола я занималась футболом Но у нас не было женской сборной и женской команды Я занималась с мальчиками какое-то время Но потом То есть перспектив никаких нет, естественно Потом тренер подошел и сказал Маша, ну давай прекращай заниматься Ты играешь лучше парней, они плачут все время у меня Я устал их успокаивать Ну практически, да, да И поэтому я ушла в баскетбол Сейчас у нас будет спортивная минутка Поиграем в баскетбол и послушаем Буррито с треком «Мегахит» Давайте Я бы хотел написать мегахит Но не знаю с чего начать Говорят, он должен звучать Даже пока город спит Я бы хотел написать мегахит Чтобы он тронул сердца Несерьезно так, слегонца Скажем проще, должна быть попса Это хитно И он звучит на Это хитно Это хитно Это хитно Это хитно И он звучит на Это хитно Это хитно Это хитно Это хитно Это хитно Я бы хотел написать мегахит Но не знаю, как он должен звучать Говорят, он должен качать Даже тех, кого жестко Я бы хотел написать мегахит Пусть один, но на все времена Ведь мне очень поддержка нужна В виде денег Ну а пока Это хитно Это хитно И он звучит на Это хитно Это хитно Это хитно Это хитно Это хитно И он звучит на Это хитно Это хитно Это хитно Это хитно Мега-хит Я всё хотел написать мега-хит Но любой искушённый взгляд И вдруг понял, что он звучит Уже три минуты подряд Это хитно И он звучит на Это хитно Это хитно Это-это хитно Это хитно И он звучит на Это хитно Это хитно Это-это хитно Это хитно Это-это хитно Радио страна Звёздный лужа Делись с тобой Тёплый ужин делить с тобой Я не жалею ни о чём С тобой вдвоём С тобой вдвоём Чувство лёгкости есть И я рядом, я здесь Будет пусть тебе Ангел послан с небес Мама, когда я рядом с ним Не забываю, где я Забывай, кто я Мама, когда я рядом с ним Считаю рассвет На небо Море Облака Больше не забыть Это лето Ветром по щекам Будет где-то Осень целовать Жаль, наверное Ветер не умеет Так нежно Страна ФМ Реклама Сенсационное признание Личные драмы Громкие скандалы И редкие фотографии Каждые две недели В журнале Откровение звёзд Спецвыпуск еженедельника Мир новостей Не пропусти Держи курс по звёздам Категория 16+. Телефон рекламной службы 8495-276-1224 Радость, привет Я долго ждала Тёплый твой свет И счастье в глазах Радость, привет В мечтах я звала А в мире нашла Свой счастливый билет Лучшее всё лучшее Ждёт нас впереди Лучшее всё лучшее Верь не за сердцем идти Ведь я с тобой Ведь ты со мной И лучшее всё лучшее Ждёт нас впереди Ждёт нас впереди Радость, привет Я долго ждала Ночь не спала Нет, нет, я не зла Радость, привет Радость, привет В мечтах я звала В мечтах я звала Я с тобой Я с тобой Ведь ты со мной И лучшее всё лучшее Ждёт нас впереди Ждёт нас впереди Радость, привет Радость, привет Радость, привет Радость, привет Радость, привет Я напоминаю, что у нас в гостях проект «Две Маши», и впереди нас ждет еще много интересных фактов об этом дуэте. Да, и мы сделаем для этого абсолютно все, будем задавать каверзные вопросы. Кто только к нам включился, мы поговорили уже о многом, о продюсировании, о спорте. Теперь, я думаю, что пора поговорить о рэпе. Воу, воу, воу. Я читал, Маша, что ты не ориентировалась ни на какие американские рэп-культуры, а такая самородок, самобытный, правильно понимаю? Нет, ну как, конечно, ориентировалась. Я слушала, естественно, эту музыку постоянно, и только ее и слушала. Я не то, что на них не ориентировалась, а сейчас, когда мне говорят, ты там читаешь рэп, хип-хоп, или мне предлагают вставлять йоу, э, ага. Я просто говорю, что, ну, я даже не позиционирую себя как рэп, рэп, хип-хоп. Я пишу свои стихи, я их читаю, так как я их пишу и как их чувствую. Поэтому я какие-то всегда на замечания относительно, там, тебе нужно поправить читку, добавить ха-ха, о-о. Я говорю, так мне это не нужно. А кто это говорит мне просто? Ну, говорят. 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 Скажем так, разные йоу-рэперы. А, йоу. Если нет, в песне йоу это не рэп. А когда ты вообще начала писать и читать свои стихи, первая композиция, которую ты записала? Вот, если честно, мне самой очень интересно найти первую композицию в детских тетрадях, ну, в начальной школе. Я стихи начала писать очень давно в начальной школе, а читать, мне кажется, где-то лет 14-15, как раз, когда я переехала в Москву, я попала в компанию. Рэпер-фьяу. Да, именно, именно. И я говорю, так, ребят, давайте, мне, я тоже хочу, учите меня. И то есть вот у нас была такая своя тусовка, и вот мы там, собственно, и занимались написанием песен, друг другу это показывали, читали, и вот оттуда все пошло. А кто ты по образованию, Маша? Юрист. Как и Маша, собственно. Вы два юриста? Мы смеемся на эту тему, что мы такие... У нас разная специализация, Маша гражданская, мне уголовная. А можно проконсультироваться, можно просто, если они пока едут? Честно, лучше не стоит. Да, не стоит. По кем-мере, у меня нет. Кто рэп-кумир у тебя? Немного, просто немного женщин, да, девушек, которые читают рэп вообще, в принципе, и на мировом шоу-бизнесе, даже в Америке. Вот кто, вот, любимый рэпер-мужчина? Ну, мне нравится очень Нелли, Канни Вест, ну, это все в любом случае западные. Из наших отечественных мне очень нравится Баста. Баста здесь. Ну, вот вчера просто тоже приходил к нам МС Доне и сказал, что Баста его кумир. То есть это такой человек, которого нельзя спорить. Глыба. Глыба уже кумир, да. А вот интернет, да, то есть попали ваши песни туда, и поклонники их сразу растиражировали. Как вы думаете, без интернета, как бы проходил процесс продвижения? Возможен ли бы он был? Ну, я не знаю, как в нашем случае, потому что, собственно, именно через интернет мы заявили о себе, и люди к нам стали притягиваться, их вдохновило наше творчество. Ну да, возможно, конечно, возможно. Ходили бы кассеты раздавали, но это было бы все дольше через знакомых, друзей. Пошла бы, естественно, эта вот волна, да, передачи друг другу, но это было бы все намного дольше. Пластинки бы на рентгеновских снимках бы записывали. Проскидывали бы в ящики, да, свои диски. Есть, механика отлажена. Внукам не понять, нет, 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 нет Мои внуки меня не понимают Мол, старый с катушек слетел Я им всегда в пятницу намекаю Вам и не снилось, как я гудел Молодой Эл В темной комнате много тел Даже деда Хьюхэф на рвы обалдел Я на босы ногу Джордан надел Раз модель, два модель, три модель Стаканик из Макдака, джин, тоник Иду, словно танцую, тиктоник Рокеры поют, я, я свободен На мне Стоун и Суприм, я на море В пять утра на патриках толпой орём песни В баре с напарником допиваем Хеннесси Будет нам что вспомнить на пенсии Счастливые рожи и ноль агрессии Внукам не понять, нет, нет Как мы гудели Моим внукам не понять, нет, нет Как мы любили Моим внукам не понять, нет, нет Как мы тут жили Моим внукам не понять, нет, нет Внукам не понять, нет, нет Им не понять, что такое тверк, трэп Что такие пчёлки? Что модного в чёлке? Им не понять, почему бабушки сплошь татуировки. Что за песня про локти? Почему под шубой селёдка? Почему жёлтой должна быть подлодка? Что за дача и зачем нам туда ездить? Зачем целоваться по дези? Эй, дед, а кто такой Урган? Эй, дед, а что такое Гугл? Эй, дед, а сколько стоил рубл? Я не знаю, отстань, иди в угол. Никто не пишет письма больше, джунгли не зовут, не едят. Больше дошек, как будто усилить ней пять. Эх, внукам не понять. Внукам не понять, нет, нет, как мы кутили. Моим внукам не понять, нет, нет, как мы любили. Моим внукам не понять, нет, нет, как мы тут жили. Моим внукам не понять, нет, нет, внукам не понять, нет, нет. Внукам не понять, нет, нет, как мы кутили. Моим внукам не понять, нет, нет, нет. Как мы любили Моим внукам не понять, нет-нет Как мы тут жили Моим внукам не понять, нет-нет Внукам не понять, нет-нет Лев Валерьянович, он же Л1 Внукам не понять только что был в нашем эфире А вот такая идея пришла, с кем хотели бы дуэт записать Когда-нибудь, помимо вашего дуэт Только вчера На эту тему говорили Первый, кто пришел в голову, это Шаде Неплохо, а потом Лев Лещенко Вот такой странный разброс вариантов Почему бы нет? Есть предложение поиграть нам с вами немножечко Вначале вы обозначили, что у вас хорошая синхронизация Понимания друг друга Поэтому игра называется Сейчас проверим, да? Да, проверим Игра называется синхронизация Будем задавать вам вопросы Ваша задача на них отвечать хором, не совещаясь Даже если вы неправильно отвечаете на этот вопрос Но вместе, это будет все равно засчитываться как ответ Практически, как на Блиц опросе хором Практически, да, но только здесь уже мы будем непосредственно смотреть Насколько вы хорошо понимаете друг друга Что называется на уровне блютуз Готовы? Включайся Мне страшно Чтобы вам было удобно, я буду после вопроса считать 3-4 И вот потом вы отвечаете Итак, готовы? Да Кто открыл Америку? 3-4? Кристофор Колумб Я хочу сказать Колумб просто Вопрос номер два Столица Румынии 3-4? Ну, можно сказать, это тоже синхронизация Да, синхронизация была Особенно те, кто смотрит Я тоже не знаю Третий вопрос Что хотел от волшебника Оза Страшила? 3-4? О, Господи, все О, Господи, все Все хотел Квартиру, дом, дачу Ну, ладно И последний вопросик Кто носит Прада? 3-4? Дьявол О, вот Настоящие девчонки Молодцы, красотки Мне нравится так сказать Дьявол Напомните мне про страну Оз и башмачки Страшил хотел мозг А, мозг, точно Я забыла Мы в город Изумрудный Идем, дорога трудная А, дровосек хотел сердце Сердечко А я хотел храбрости Надо перечитывать Нет, я не помню, да Ну, не о них речь Не об этих людях, которые Мне сейчас захотелось вспомнить А, вот вопрос Раз уж мы коснулись Дуэта, трио, да С кем хотели А кто Какой ваш дуэт Помимо вашего Любимый? Именно дуэт? Да, именно дуэт Вот на ваш взгляд Который получился Очень удачно Ваш Ой Сейчас вот мне прямо в голову И не приходит никто Честно говоря Я не знаю Знаете, вот когда такие вопросы В лоб Сразу хочется Из-за того, что такое количество музыки Сразу же Все Разбегается А нам-то тоже хочется В этом ориентироваться Вот мы спрашиваем Прислушиваемся Вопрос Я называю это Вопрос в лобстер Я предлагаю сейчас Все-таки сориентироваться В вопросе премьеры клипа Тут тебя Жду тебя я Да Мы сейчас будем его смотреть Несколько слов Скажите, как родилась эта песня И кто работал над клипом Над клипом Работала наша прекрасная подруга Ксения Мамаева Одна из наших сумасшедших друзей Да, да Одна из невменяемых наших подруг Ех Собственно Мы оказались все вместе в Крыму У нее случайно с собой оказался Фотоаппарат И вот то, что мы сейчас увидим Этот человек Своими руками Снял без чьей-либо помощи Причем то, что мы оказались там Мы тоже не планировали Потому что девочки приехали Потом узнав, что мы там И вот, собственно, мы решили Давайте снимем клип Случайно родился шедевр Да, да Это интрига Я предлагаю прекращать обсуждать И смотреть клип И, конечно же, слушать прекрасную песню Дуэты две Маши Тут тебя, жду тебя я Моё мгновение Порывами сильного ветра Ты тысячи написанных Но все без ответа Ты миллион отправленных Лучами нашего света Ты моя комета Планета Ну где ты? И снова вижу тебя Твой облик начинает таять На глазах моих Из моих снов улетаешь Ну неужели ты не знаешь Что я жду тебя Тут тебя Где-то в конце Нашего с тобой декабря Тут тебя, жду тебя я За тобой я бегу и летаю И тебя совсем не зная Я ищу в лицах прохожих Ты меня, наверное, ищешь тоже Снег по коже Так быть не может Тут тебя, жду тебя я Тут тебя, жду тебя я Обнимай, улетай Снегом, холодом меня заметай Как ты там, теплый май Никогда меня не забывай Обнимай, улетай Снегом, холодом меня заметай Как ты там, теплый май Никогда меня не забывай Среди ночи твой почерк узнать уже так просто Я погружаюсь в сон За окном мой майский воздух Ты мой остров Я к тебе во снах на рейсе Каждый раз, как в первый раз Надеюсь, что проснемся вместе Я пишу тебе песни Я верю, я знаю Как сейчас Помню, первый раз Увиделись в мае Я никогда не забываю Четко помню все моменты Каждый раз просыпаюсь с вопросом Где ты? Тут тебя жду, тебя я За тобой я бегу и летаю И тебя совсем не зная Я ищу в лицах прохожих Ты меня, наверное, ищешь тоже Снег по коже Так быть не может Тут тебя жду, тебя я Тут тебя жду, тебя я Обнимай, улетай Снегом холодным меня заметай Как ты там, теплый май Никогда меня не забывай Обнимай, улетай Снегом холодным меня заметай Как ты там, теплый май Никогда меня не забывай Тут тебя жду, тебя я Жду, тебя я Жду, тебя я Жду, тебя я Тут тебя жду, тебя я Обнимай, улетай Снегом холодным меня заметай Как ты там, теплый май Никогда меня не забывай Обнимай, улетай Снегом холодным меня заметай Как ты там, теплый май Никогда меня не забывай Слушайте, ну шикарно получилось Меня, когда мои сумасшедшие друзья снимает на телефон это нечто дрожащий спасибо 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 все же мама его спасибо тебе за клип я и растерялась думаю я ксюшу когда благодарят запросто маша зайцева сказал что выбрала маша шейха именно за то что у него нет йоу и мы пришли к выводу такая общая идея родилась что девчонки запишут песню которые хотели йоу ждем с нетерпением а пока еще больше ждем вашего концерта колода 4 ноября рассказывайте где когда и после завтра 4 ноября болотная набережная дом 9 клуб red начало концерта в 20.00 приходите а чего ожидать чем вы удивите как это все будет йоу будет во-первых не будет будет много хорошей музыки потрясающих наших музыкантов вот если вы любите такое настоящее вам туда реально мы очень рекомендуем не потому что там мы а потому что будет круто ну в общем если вы хотите что мы да если вы хотите ее тогда надо говорить все будет не настоящий а все будет true 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 бро сейчас испортишь дуэт я плохо действую у нас есть такая традиция что мы у многих гостей что-то забираем отжимаем что вы можете нам оставить чтобы мы разыграли например среди наших слушателей как раз составим билеты на наш концерт отлично мы их разыграем но знаете что это нечестно когда гости приходят и просто у них что-то забирать у нас есть и для вас подарок я пошел беги беги а мы смотрим на тебя и восхищаемся твоя походка девчонки походка баскетболиста баскетболиста так ну и смотрите эти замечательные пакеты в них находятся подарки с логотипом телерадиоканал страна fm теперь они ваши носите с удовольствием и что еще можно сказать я хочу сказать что почувствовал себя просто девушкой красивой которая идет по торговому центру и стоят мужики вот эта походка сложно больше не буду извините меня пожалуйста есть возможность сейчас обратиться к вашим поклонникам уже не по поводу концерта а просто может быть какой-то благодарностью за то что они вас поддерживают так активно в интернете и помогает вам распространяться конечно мы желаем во первых всем отличного утра и отличного дня и спасибо вам большое за вашу каждодневную поддержку за ваши каждодневные комментарии и за то что вы есть с нами и вас становится все больше и больше я присоединяюсь к этим словам и всем еще хочу пожелать огромнейшей любви во всех ее проявлениях отлично огромнейшей любви и классного дня потому что у нас короткая неделя именно так завтра уже практически как пятница а я возьму на себя вот эту вот бездушную функцию и скажу что друзья утро на телерадио канале страна fm подходит к концу у нас был в гостях дуэт две маш спасибо вам что пришли спасибо вам ребят спасибо ну а мы прощаемся с вами валерия майорова кирилл исаков были эти четыре часа с вами передайте влада кутузова да и он будет теперь веселить у вас всем пока счастливо